друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях ну что ж сегодняшний ролик урал очки очередная готовка но перед готовкой друзья мои нам 20 минут демонстрировали очередные посылки которые пришли к уралке и к сарафану урал очка стоит довольная счастливая рот душей хоть завязочки пришей и рассказывает о том что вот пришли посылочки одна мол для меня ну а вторая пойдет в подарок моему братику ну что ж ребят помните я очень часто говорила о том что как так получается подарки кому угодно только не брату да ну собственно брат двоюродный но какая разница да ведь с родной сестрой она не общается и вот получается у нее есть брат и тут бац халява то привалила братику оказывается подарок и про братика урал очка вспомнила и то благодаря нам ну ладно как говорится лучше поздно чем никогда ты знаешь урал очка я тебе что хочу сказать вот эти подарочки да как ты говоришь вот эту фирму да мы знаем прекрасно она нам уже не раз и не два и не три и не четыре высылала высылала на обзор всякие разные хорошие вещички ну так сказала уралочка а я хочу урал очки все-таки напомнить уралка ты тут орала как потерпевшая как резаная о том что от российского зрителя толку сейчас нет никакого так вот на минуточку да именно на российского зрителя и рассчитан этот товар и рассчитана эта реклама а также рекламодатели эти из россии ну так на минуточку а если посчитать ребят да прошу прощения а если посчитать какое количество вот этих вот товаров получает уралка и от василька да и от разных фирм там и пылесосы и все на свете и так далее какое количество товара они получают даже за месяц а потом продают то только вдумайтесь какая-то может быть хорошая сумма да это я к чему говорю ни в коем случае не к тому что это вот реклама и так далее реклама помимо того что это двигатель торговли да реклама это еще и заработок блогера здесь все нормально каждый должен зарабатывать но я-то это говорю к чему я это говорю к тому чтобы уралка не забывала что именно благодаря тому что она живет в россии именно благодаря тому что у нее есть российский зритель и рекламодатель из россии и отправляет именно на рекламу товар огромное количество товара этот товар она может как сама им пользоваться да точно так же и продавать и выручать с этого очень даже себе хорошие денежки далее друзья мои далее я смотрю как они рекламируют но все как обычно да через пень колоду даже ножи не в состоянии запомнить какой и для чего нужен прислали вакууматор вот как раз таки она сказала что но у нас точно такой же есть вот братик стал увлекаться кулинарии и вот он так обрадуется и мы ему как раз таки вот этот эвакууматор подарим я так понимаю либо братик сделал что-то еще очень хорошее либо уралочка может быть и действительно решила с барского плеча вспомнить что все таки это ну родная кровь как ни крути да все равно же пусть двоюродный брат но это брат да и решила сделать ему такой подарок но что-то если честно верится как-то с трудом возможно может быть даже я не удивлюсь если она этот вакууматор ему продаст ребята как знать да опять же ну ладно может быть конечно же и подарит почему собственно уралка дарит всем вокруг а двоюродному брату что и подарить ничего не может ладно далее друзья мои начала распаковывать она терку и в этот момент сарафан закричал не надо не надо горит доставать оттуда ничего покажи как есть на коробке но вы знаете это говорит о том скорее всего что они вот эту терку будут кому-то продавать я так думаю да по той простой причине потому что потому что да ну а чё тут такого ну вытащила бы и показала да если вы там опять же кому-то просто в подарок дарите да вы же ее не использовали ничего такого страшного в этом нет но сарафан закричал не надо вытаскивать не надо покажи что там значит на коробке нарисовано уралочки реклама как всегда все одинаково все исключительно шикарное все очень отличное все работает просто замечательно и на ура спустя друзья мои 20 минут рекламы уралочка все таки уже приступила к заготовкам да заготавливала она на данный момент значит зеленушку а еще а еще ну понятное дело будет там готовить баклажаны а мне вот интересно что же там с грибами я смотрю и мне пишут зрители да по поводу этих грибов и уралки на канале многие интересуются с грибами уралочка решила как-то ситуацию да или нет но молчок и уралочка по этому поводу тоже молчит далее уралка сидит и нахваливает какие же шикарные какие же острые ножи ну да с другой стороны если уралки всю жизнь дома тупые ножи да она же не раз жаловалась при сарафане что ножи очень тупые но если мужик сидит в доме 24 на 7 не в состоянии друзья мои заточить ножи то грош цена такому мужику значит вообще ничего не умеет ничего не хочет и ничему учиться тоже не хочет а он говорит да такие острые а я говорит возьму маленький нож и буду говорит вечером бриться ну сарафан ну да если больше нечем бриться то можно тебе конечно же и маленький нож использовать хотя с другой стороны да учитывая что он бреется раз наверное в месяц то собственно какая разница чем бриться сарафану можно и ножом далее далее испугался уралка ой ой я вроде порезалась он ой ой там же вроде кровь я думал он за уралку испугался а потом поняла что он испугался что уралка сейчас своей кровью заляпает всю зелень в общем это было весело далее далее уралочка стоит довольная счастливая прям знаете улыбается во все лицо и говорит ой а курочки то у нас подрастут куда будем их складывать у нас мол уже и так вся морозилка забита ничего говорит сарафан как-нибудь утрамбуем ну да друзья мои вы знаете уралочка та самая которая говорила что я не знаю не знаю точно не скажу может быть и не буду этих цыплят есть да обдугани то точно не сможет их есть а теперь стоят уже в предвкушении ну когда когда же вырастут эти бройлеры чтобы можно было ими забить свою морозилку и говорит ой ну может быть какой-нибудь небольшой типа купим да какую-нибудь небольшую морозилку купим прикупим и стоят такие уралочка довольная аж вся светится ребят вы знаете последний раз когда она была такая довольная да собственно они вот всякий раз когда вот так вот много значительно друг на друга смотрят да и говорят ну может быть может быть там может быть сам я вот подумала а может быть они в ближайшее время все-таки продают вот эту свою однушку ну не свою а уралкину да у сарафан это вообще ни черта нет так вот может быть они все-таки продадут свою вот эту однушку купят себе квартиру почему она прям так начала улыбаться такая прямо довольная счастливая да светится вся ну кто-то там конечно уже напридумывал что у них квартира в екатеринбурге да такие знаете подпольные миллионеры прям за год накопили уже да там 8 миллионов на двушку ну или 5 миллионов да хотя нет 5 миллионов там в екатеринбурге точно там наверное миллионов 8 двушка да ну опять же где-то 7 8 вот так вот я думаю по 5 у нас по 5 да по 6 двушки вот но это ладно друзья мои но мне почему-то так показалось что как-то вот она знаете многозначительно улыбалась может быть я конечно не права но я вот такой вот почему-то вывод сделала далее вообще началось самое настоящее шоу спасибо говорит вам что вы говорит посоветовали мне не отдавать маминой сережки а я говорит и не хотела их отдавать останутся у нас на память ну в плане того что я не хотела их отдавать уралочка ты себя то слышишь мне просто интересно ты сама говорила о том что надо бы их сдать да перекатать переделать и так далее то есть это были бы уже не мамины сережки да они возможно были бы сделаны из этого же золота да но это уже бы это уже не была бы память о маме опять же да и ты своим ртом говорил о том что да да я вот хочу сделать так и так далее а теперь уже ребята она не помнит того чего она говорила три-четыре дня тому назад представляете насколько амнезийная девчонка у нас да не помнит и говорит да я не хотела их отдавать правда а кто хотел мне просто интересно а кто своими словами через рот как говорит поберуха да говорил вот эти слова насколько я помню это говорила уралочка и кстати не единожды об этом она говорила и все-таки наличие этих сережек не дает спокойствие да друзья мои не дает покоя вернее и я кстати не удивлюсь что все-таки уралка уралка непременно что-то с этими сережками мамиными сделает сделает себе какие-нибудь очередные сережки а потом скажет ой это мне подарил мой сафарчик да друзья мои так и скажет понимаете если бы ее все поддержали да если бы все написали конечно олюшка давай давай переделывай так далее она бы уже с удовольствием сейчас не слазь бы сдала бы эти сережки и и плевать на эту память просто ей в глазах общественности захотелось выглядеть хорошо понимаете если бы для нее была важна эта память да важно это как память да как вот для любого нормального человека память просто как память да то человек бы даже у него в голове мысли такой не возникло ой а я возьму сейчас вот эти вот значит сережки да и пойду их там значит пусть мне там перекатают да сделают что нибудь другое такого даже близко человек бы не подумал понимаете мысли бы такой не возникла а у нее возникло нет у нее никакой памяти и ничего святого у нее к сожалению нет вот именно по этой причине даже как человека да вот ее как бы и уважать не за что но вот на самом деле вот серьезно и когда она сказала спасибо вам что посоветовали мнение отдавать маме на сережки то есть ты да получается ориентируешься на мнение людей как то странно ребят согласитесь а если бы тебе эти люди сказали да ладно это там да куда нибудь там раскатаете сережки или еще что то есть ей важно чье-то мнение получается да а сама на своей головой думать не в состоянии нет то есть вот как раз таки она говорит о том что понимаете ну нет для нее ничего святого абсолютно ничего святого вообще вот мое мнение что вот эти сережки надо было отдать вот той другой старшей сестре и пусть бы они действительно остались на память да там все таки есть у нее там есть дети есть внуки пусть бы вот от бабушки бы да от матери уралки и от матери сестры да осталась бы действительно какая-то память а так вот уралки да память о маме а потом кому это все перейдет кому об дугани или сарафановой жене новой да или еще кому-нибудь но согласитесь как то друзья мои даже смешно и она говорит я потом говорит буду держать их говорит значит в коробочке буду говорит открывать открою посмотрю и вспомню маму и в этот момент она заплакала ребят вы знаете я бы поверила в ее слезы если бы я лично не смотрела ее с момента зигования и как раз таки тогда очень быстро в начале января да ну вот вот я к тому что где-то неделя после зигования прошла и уралочки умирает мама и мы все с вами прекрасно помним эту ситуацию когда мама лежала в больнице да а уралка бегала скакала выгуливала своего молодого альфонса в екатеринбурге по торговым центрам водила его в кафешке да в чайхане они тогда сидели покупали себе делали подарочки и так далее а в этот момент у нее умирала мама и что самое интересное что они даже не знали что мама умерла уралка сказала ой да мы звонили в больницу мы с значит с этой сплемянницей обзвонили все телефоны оборвали нам никто трубку не брал никто не отвечал и так далее ребят это было такое вранье потому что я взяла и думаю так дай-ка я проверю я взяла да за 2000 километров находясь от уралки я нашла номер телефона этой больницы позвонила дозвонилась первого раза потом позвонила второй раз тут же опять же взяли трубку а я спросила пообщалась просто с девушкой которая сидела там да на телефоне я говорю вот говорят что нельзя до вас дозвониться она говорит конечно это вранье что говорит это больница как говорит не дозвониться то есть все это было полнейшее вранье и тогда когда она вышла и начала уже буквально через неделю гоготать хохотать когда еще даже девять дней не прошло люди некоторые были в шоке и они задавались вопросом а как так у тебя только мама умерла а ты не слезинки не проронила по поводу мамы да и вот тогда она людям пожелала сдохнуть и так далее она сказала ну что а я просто сама по себе такая я никогда эмоции не показываю в кадре я никогда людям посторонним эмоции не показываю да а чё что тут ты эмоции по маме показала а чё что тут-то уралочка всплакнула спустя полутора года а тогда не плакала мне интересно да хотя это было полное вранье уралки были ролики когда она и рассказывала и показывала как они переживали как у них первый канал первый канал же у них не пошел и она говорит мы так переживали монету было не заработать монетизации было не достичь мы были никому не интересны мы так переживали пока шли там к тысячи подписчиков и так далее. Я, говорит, столько ревела, мы там ночей не спали. То есть из-за монетизации, да, из-за канала они переживали. И она плакала из-за этого, да. А вот сама себе противоречит. А когда ситуация с мамой, вот это горе случилось с матерью, да, она даже слезинки не проронила. И когда люди задавались вопросом, как так вы сидите со спокойной душой, да, и 9 дней еще не прошло, они уже начали выходить, ходить, там, показывать какие-то ролики, как они там на ярмарке смеются, да, все это хихи да ха-ха, люди были в шоке. Многие нормальные люди были в шоке. Но это точно так же, как еще 2 недели, наверное, прошло, да, после того, как у нее муж умер, с которым 19 лет прожито. А она уже этого притащила домой, да. Я говорю, постель после мужа еще остыть не успела, а она уже притащила домой. Ну, нормальным людям этого не понять. Они нормальные, живут точно так же, как она. У них ничего святого нет, понимаете. Когда у человека нет ценностей в жизни, ничего, кроме жрачки, то, собственно, тут даже говорить не о чем. Ребят, вот так у меня получился обзор. Продолжение, конечно же, следует. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч.